Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В этом храме я учился, в церковной Тихоцкой школе, это все радости храмы, очень своеобразное место, ушел я оттуда со скандалом. Что натворил? Мне не понравилось очень пустановое обучение, когда мы учились, начался намек на какие-то попытки, спровоцировать ненависть. Наверное, каудеям, мусульманам, где были батюшки, сейчас я их там не вижу, я их полностью сменил состав. Я спокойно хожу в любом районе другой, спальный район, центральный район. Если меня видят, в основном пацаны, которые могут что-то действительно предпринять, они ко мне относятся с уважением. А тебе приятно? Конечно приятно, когда ты видишь пацаны действительно, они могут тебя разорвать толпой, они тебя респектуют. И все, конечно, будет лучше, но пока как есть, ну тогда угарим в божестве. Сегодня вряд ли где-то лучше, чем будет здесь, и мы, конечно, угарим в божестве. Я начал слушать русский рэп с творчества группы «Центр». Сейчас соединился центр, и благодаря этому есть стимул еще больше расти и писать. Я считаю то, что он на серьезном уровне сейчас находится в русском рэпе. Мы держали в тайне то, что мы открываем новую студию. Мы строились, мы завозили туда оборудование. Все полностью это проект был Давида. То есть начиная от застройки, от того, как там будет, что располагаться и какое оборудование закупать туда. Ну, понятное дело, что там советовали с какими-то людьми, которые, может быть, больше знают именно в звуковом оборудовании что-то, новое что-то вышло. Но в основном все выбирал Давид. Заканчивая разрисовкой стен тоже, как бы, это нарисовал наш знакомый и друг Давида, Мастас. Но вот сам эскиз, наверное, это вот с подачи Давида было сделано. Короче, вот моя студия. Здесь у меня микрофонный. Вот. Здесь происходит сам таймский. И ты читаешь рэп, микрофон. Отдаешь, так сказать, свое нутро вот этому вот железному существу. Мне кажется, он уже его столько знает о людях. Все это глупости, наивности наши и строго. Дорога Богу одна, но фальшивых так много. Ангелы плачут о нас, но мы, однако, не слышим. Нас почти не осталось, но мы еще дышим. Крик, боль, конвульсии глушит. Душит мерзкий мирок и просит он кушать каплият на листы. Я сложу пару строчек, я замечу однажды. Мне ровный мой почерк, почерк жизни моей. В одном предложении о тебе обо мне, о нас в окружении. Этих страшных домов, крыш пустых совсем окон. Мир один с тобой, погрузи в теплый кокон. Эти песни, они просто для меня как зарубки. Я любую песню ставлю, я знаю, почему я ее написал. Это как пойти к психологу, психоаналитику, который ты все рассказываешь, и он тебе говорит, типа, а вот тут ты не прав, сделай вот так, попробуй. А вот здесь надо, наверное, с детства откуда идет. Вот так же самое, то же самое это песни. Микрофон в лице, наверное, микрофон для меня это, наверное, как исповедь какая-то, что-то вот так, в таком формате. У него есть такая специфика, он пишется только ночью, с двенадцати, там, и до пяти утра. Пишет альбомы, и Давид такой говорит, меня не трогайте, я пишу альбомы. Когда я как бы с ним общаюсь и сталкиваюсь с как бы жизненными ситуациями, я это слышу в каких-то, ну, произведениях его, в дальнейших альбомах и так далее. Много раз было такое, то есть мы иногда как бы смеемся над этим, мы иногда там, там, часто вспоминаем это, мы иногда гуляем там на тех местах. Идинственное место, где ты законно один можешь находиться, спокойно ехать, что-то о чем-то своем думать, вот. Никто тебя не будет беспокоить, никто не будет тебя дергать. Ну, всегда дома блюз, джаз играл, я как бы с тех пор его, с детства привел к джазу. Я название не помню, там, групп, например, там вообще там какие-то, джаз-менов, джаз-бендов, вот эти все. Но зато я хорошо воспринимаю джаз, не знаю. Во-первых, спокойнее как-то столь музыка, такая она, релаксирующая. То есть ты едешь, не напрягаешься, и вообще, ну, не знаю, прикольная музыка, позитив. Чисто позитив, никакого негатива, никакой попытки настроить тебя на какую-то свою волну. Просто люди поют, вот это я называю музыкой. Джаз мне всегда нравился тем, что он, джаз никогда не делался, не пытался быть актуальным. Джаз не пытался никогда быть, знаешь, в тренде, в моде. Модного джаза не существует. У меня были концерты, многих особенно. И так хочется, чтобы народ пришел. Я надеюсь, что там все нормально. Я не знаю, сколько народу будет вообще. Я стараюсь не интересоваться. По большой степени без разницы, конечно, один там человек или, ну, сколько там, вместимых на полный угол. Он пришел, надо выступать. И он очень настоящий. Я думаю, что именно вот эта его настоящесть, честность, мужественность, конечно же, красота, талант. И сделали из него того, кем он является. И без поддержки абсолютной, там, телевидение, радио. Человек собирает концерты, собирает залы. Я сама лично это видела. Человек очень непростой. Ну, в принципе, все творческие люди достаточно сложные. Вот. Действительно непростой человек. И были у нас там в разном периоде в общении. Но, тем не менее, как бы мы остались с друзьями. И, там, находим его в общий язык. Как бы исполнитель. Ну, у него есть свои стили, выработанные за, там, долгие годы, да. Вот. В принципе, то есть, если сравнить то, что он там делал, ну, в начале, делал сейчас, то есть, ну, видно, да, там, развитие и так далее. Просто есть там, ну, какие-то персонажи, там, да, артисты, рейперы, которые, ну, как бы, у них ровно идет. У него, как бы, там, есть разница то, что сейчас там, да, то, что было. Вот. То есть, ну, в какой-то степени здесь интересно наблюдать, что там будет дальше происходить. У нас резко как-то начался какой-то рабочий процесс, при том, очень неплохая студия. Так, вот, что-что, на самом деле, в трудолюбии, в какой-то, вот, в организационных моментах его, ну, как-то вообще нужно отдать должное. Мы даже в тот момент, настолько это все было круто, что мы даже сами не понимали, насколько это круто. Там эта студия была около метро «Белорусская» на лесной 19, и там, там жил хип-хоп, там, там пахло рэпом. Не знаю, туда приходил Баста, он тогда еще был Баста, еще не было никакого «Нагана», не было никаких «Нинтендо», не было «Газгольдера», ничего не было. Был просто Баста, который только приехал из Ростова, ша-ла-ла-ла-ла, весна. И он, на самом деле, я видел, как он офигел от того, что… от того, что он зашел и понял, что здесь, на самом деле, ничего искусственного нет. Здесь просто пацаны живут, читают о том, что есть. Я не знаю, я могу долго рассказывать о Дарита Борисовича, я могу сколько-то, 20 лет про Дарита Борисовича, говорит, потому что на себе 20 лет знаком. Мне нравится творчество Птахина. То есть иногда мне совсем не нравится. Птаха абсолютно очень сложно с критикой у него, то есть он плохо воспринимает критику. Если ему говорим, еще фиг скажешь, что Птах, вот здесь я вообще не понимаю, что ты имел в виду, блин. То есть ему фиг сейчас скажешь, что он никогда не может сказать, так, ладно, здесь я изменю, ладно, я вас понял. Он говорит, а я вот так, у меня другого купляют, да нет, а я вот так хочу и пишу, а хочу вообще ничего не будет писать. Но вот в этом, ну, как бы, да, моменте он тяжелый. В этом моменте он зануда, да? Зануда, оконченный, да. То есть прям хочется, чтобы прислушался, и как бы хочется, да, какие-то действия иногда. Он очень вспыльчивый, очень такой. Но мы гордимся, что у нас, то есть у нас, как вот модель группы идеальная, я не знаю. То есть Вадик, это у нас спокойствие, мозг и музыкальная сторона. Да и Борисович это такое, вот Птаха, это такой, знаешь, наш, как бы, такой пробивной, самый симпатичный наш участник, Таран, как бы, знаешь, такая хуйня. А я не знаю, я так, душа компании. Слушай, ну, ты в любом случае, когда выходишь на сцену, то у тебя происходит... Ты все равно тащишь за собой то, что у тебя происходило там, в ближайшие, но там, в ближайшие дни. Как бы, хочешь ты этого или не хочешь. Ну, и, соответственно, я вот тащу за собой тоже, как бы, какие-то эмоции, которые нам произошли за ближайшие дни. И, как бы, захожу на сцену со смес... Смешанными чувствами, вот. Сейчас у меня, на самом деле, внутри происходит ничего. Знаешь, вот, когда бывает, когда что-то произошло, и ты такой просто пустой. У тебя нет ни слов, ни эмоций. Вроде, как бы, эмоций, на самом деле, много, но они вот в такую, как будто, такой, знаешь, маленький шарик завернут, и вот они прямо их немеренно. Вот этот маленький шарик, молниями фигачат, он такой маленький-маленький, где-то глубоко. И, на самом деле, как это... При скорби не звучало, вообще этот концерт не в тему сейчас. Но мне, чисто по настроению, я бы сейчас лучше бы с радостью побыл, был где-нибудь на студийке с музлом и с микрофоном, то есть написал бы что-нибудь. Но, получается, что надо выступать, и я выйду и попробую вот эту вот... Мне кажется, это ненависть какая-то внутри, прям такая, прям вообще жесть, фу. Попробую ее спрятать за свою улыбку и за свои песни, потому что все-таки ты тащишь на сцену эти эмоции, но ты обязан их как бы держать в себе. Вот и до сцены можешь, там, башкой об стены биться, после сцены. Но вот когда ты вышел на сцену, ты выходишь к людям, и ты должен им дарить добро. И я вот буду дарить добро, как могу. Экипе-поб UM Я не забуду никогда то ебанное лето Когда умер центр, а дружбу мы смыли в туалетах О них напоминает только здесь сто процентов Вышли три альбома, как вы все их хотели Мы все реально старались, в проем реально потели Но лучший ребенок, это все же наши кочины Дорогая, не смотри на меня, коза То, что в папиросах решает все вопросы Папиросы, папиросы, лавандуса Принесут мне очень скоро, я буду боссом Дорогая, не смотри на меня, коза То, что в папиросах решает все вопросы Сау-рекорд совместно с GMSS-студио И Ахимас Продакшн представляет Стаха, старые тайны В альбоме принимают участие За окном дождик бьет по подоконнику Землю накрывает золотом опавшие листья Я сижу тут тихо под буникой И пытаюсь хотя бы сейчас не грузиться Не смотреть на звезды Их за тучи нету, не хотеть любви Чтоб познать монеты, мир течет, словно масло в тарелке А я закрылся один-один в этой клетке Ты где была? Я здесь Я очень скучал Я была в магазине, что ты принимал? Ничего, тунул, под дымом загнался Ты любишь, люблю, я купила тебе мясо Прекрати, ты пугаешь, никуда не пойду Я не просила, я тут молча стою Может доктора вызвать? Давай-ка не надо Я поселил лишь одного винограда Я без костей Я купила все виды в теплом доме Где-то на старой орденьке Сидели в обнимку одинокий поэт Говорящий со старой гитарой Который-то мне Осень глушит, так что лагает Я один на полосках светофоры Капы, дождь, лужа, риба Это просто загон, записка проста Осень глушит, так что лагает Я один на полосках светофоры Капы, дождь, лужа, риба Это просто загон, записка проста Капы, дождь, лужа, риба Капы, дождь, лужа, риба Дождь, лужа, риба